здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы сегодня мы поговорим о том как травы помогут лечить онкозаболевания видео вы узнаете несколько рецептов лекарств и настоев для профилактики и лечения онкозаболеваний поэтому досмотрите это видео до конца как уберечься как не допустить заболевания и каким образом растения способны противостоять онконедугам начнем с питания прежде всего следует исключить из своего рациона продукты содержащие консерванты красители стабилизаторы и тому подобное консервы продукты продолжительного хранения чипсы газированные сладкие напитки колбасы на столе должны быть продукты которые не были подвергнуты промышленной переработки это выращенные на приусадебных участках или купленные на рынках и в магазинах свекла морковь капуста редька хрен чеснок и лук яблоки плоды калины то есть разнообразные овощи и фрукты ягоды и огородная зелень сельдерей петрушка укроп салат свекольная ботва листья крапивы и одуванчик а также мясо сало и прочие наши традиционные продукты напомню что борщ является идеальным блюдом здорового противоракового питания овощи которые входят в его состав благодаря клетчатке очищают желудок и кишечник от шлаков и одновременно наполняют организм витаминами антиоксидантами и микроэлементами люди с давних времен знали что противоопухолевые свойства имеет пшено и всегда готовили из него много вкусных блюд на нашей земле растет немало растений которые имеют противоопухолевые свойства например народная медицина широко используют лопух большой для профилактики и лечения онкозаболеваний а особенно рака желудка печени готовят лекарства из корней лопуха настой корней лопуха большого 2 десертные ложки измельченного корня лопуха большого вечером залить двумя стаканами кипятка настоять в термосе до утра процедить пить теплым по полстакана три или четыре раза в день перед употреблением пищи при злокачественных опухолях готовили чай из листьев лопуха малого 2 столовые ложки измельченных листьев лопуха малого залить пол литрами кипятка настоять 47 часов пить в течение дня как чай приходят на помощь и цветки картофеля лекарства из цветков картофеля чайную ложку измельченных сухих цветков картофеля залить двумя стаканами кипятка настоять в теплом месте три часа процедить пить по полстакана трижды в день до еды курс лечения 10 дней потом сменить лекарства гипотоникам такое лекарство противопоказано нельзя не вспомнить клевер луговой лекарства из него употребляют для профилактики и лечения опухолевых заболеваний настой клевера лугового 2 чайные ложки измельченных верхушек цветков с листьями клевера лугового залейте двумя стаканами кипятка настоять час-два в термосе или закутав пить теплыми по пол стакана четыре раза в день до употребления пищи если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны буду вам благодарна если поделитесь этим видео со своими друзьями через социальные сети спасибо за внимание и до скорой встречи на канале полезные советы